добрый день дорогие друзья уже прошло две недели марафона стройности уже экватор и я надеюсь что вы по-прежнему полный энтузиазмом хорошем настроении и с удовольствием сбрасываете ненужные килограммы потому что через две недели уже календарная весна наступает я приветствую всех кто присоединяется к прямому эфиру и сегодня я буду говорить о самом недооцененном с моей точки зрения комплексе на который называется сисицель сейчас правда его видоизменили и он называется цель мне вот прямо обидно от всех души и что он у нас позиционируется просто как антицеллюлитное средство и поэтому не так хорошо продается как он того заслуживает всем привет кто присоединяется бария добрый вечер на друзья мои если кто-то смотрит за моей страничкой в инстаграм доктор костина вы обратили внимание с какой любовью и с какой настойчивостью меня я последние посты посвящала всем ингредиентам которые входят составе капсул цель сейчас они так называются раньше назывались капсулы сиси цель я очень хочу очень хочу чтобы в этот комплекс оценили по заслугам чтобы вы его поняли почувствовали и очень широко использовали и оцените конечно посыл наших ученых комплекс который был разработан против целлюлита для коррекции веса содержит в себе ингредиенты которые участвуют в обмене веществ которые улучшают функцию сердца головного мозга всех абсолютно органов и тканей потому что вещества которые участвуют в выработке энергии они просто бесценны для нашего организма и чем же так примечателен этот к этот комплекс который называется цель а дело в том что там составе л-карнитин л-карнитин это называют его витаминоподобное вещество называют аминокислота он синтезируется в печени в почках из незаменимых аминокислот лизина метианина с участием железа витаминов c b3 b6 b9 b12 то есть много всего нужно чтобы синтезировался карнитин опять же обратите внимание пожалуйста как любят наши ученые использовать в продукции фитлайн правильные молекулы по сути это ортомолекулярная медицина дать организму то что в нем уже есть но чего ему не хватает из-за этих дефицитов но он не может полноценно работать первыми первыми оценили свойства карнитина спортсмены потому что это те люди которые из своего тела хотят выжать максимум выше и сильнее быстрее плюс еще чтобы не было допинга и вот карнитин это такое вещество которое имеет свойство переносить жиры в митохондрии и вот смотрите спортсмен выпил капсулу карнитина этот карнитин берет лишний жир сжигает несет митохондрии там образуется энергия укрепляется мышечная ткань то есть жир преобразуется в энергию укрепляется мышечная ткань и карнитин выполнил свою роль и разложился и получается допинг без допинга и потом уж карнитин был очень хорошо изучен и сейчас его можно использовать 7 не только с целью сжигания жира потому что у карнитина очень много полезных свойств и так в первую очередь интересно что у карнитина есть функция улучшить мужское здоровье он входит состав спермы без карнитина невозможно зачатие дальнейшее развитие плода да вот карнитин попадает в яйцекретку вместе со сперматозоида то есть сперматозоид должен содержать карнитин соответственно чтобы сперматозоид был здоровым ему нужен карнитин и запускает в зародыши генетические процессы синтеза уже своего собственного карнитина то есть настолько важен карнитин представляете ребенок растет в организме матери эта стройка идет бешеным темпом и на эту стройку нужна колоссальная энергия и вот эта энергия поступает со сперматозоидом и запускает процесс синтеза своего собственного карнитина ребенка и в дальнейшем ребенок растет и с помощью этого карнитина он получает энергию то есть карнитин у плода синтезируется всеми клетками плода если у взрослых в основном печенью до почками то у зародыша всеми клетками настолько это жизненно важное вещество для жизнедеятельности и затем этот карнитин участвует в развитии вегетативной нервной системы головного и спинного мозга будущего ребенка или карнитин в составе капсул цель здравствуйте все кто присоединяется я сегодня говорю о капсулах сиси цель сейчас они называются цель так вот они очень важны не только для сжигания жира есть масса других функций и в частности мужское здоровье это очень хорошо изучено как я уже сказала карнитин составе капсул цель входит состав спермы и обеспечивает сперматозоиды достаточной двигательной активностью сейчас у молодежи проблема бесплодия проблема мужского бесплодия часто из-за того что сперматозоиды имеет низкую активность а у них энергии нет почему нет энергии не хватает карнитина поэтому карнитин входит состав множества комплексов для лечения мужского бесплодия при проблемах зачатия ну конечно самое главное свойство карнитина приветствую все кто присоединяется это укрепление сердца когда в нашей компании появились капсулы сиси цель я начала их пить сама не для коррекции веса а для энергии для выносливости и стала рекомендовать для укрепления сердечной мышцы смотрите какие наши ученые молодцы даже в комплекс для коррекции веса комплекса целлюлита заложено вот ингредиенты участвующие выработки энергии и укрепление сердечной мышцы ко мне поступают очень много вопросов как нормализовать уровень холестерина вы знаете вот я поражаюсь например пишет девушка у которой холестерин общий общий слегка повышен слегка но при этом если взять липидный профиль то видно что он у нее повышен за счет липопротеинов высокой плотности липопротеины так называемые вредные низкой и очень низкой плотности они в норме и смотрится самое главное индекс атерогенности и он посрединке то есть даже не ближе к верхней границе норма где-то посрединке то есть у нее вообще никакого риска развития атеросклероза и назначают статины которые вообще не показаны потому что индекс атерогенности в норме а во-вторых статины даже по показаниям назначают только для вторичной профилактики если и был уже инфаркт инсульт и стоят стоит стенд вот тогда можно рассматривать вопросы назначения статинов а так их назначают там где нужно и там где не нужно очень критично надо к этому относиться и друзья у нас есть альтернатива то есть средство которое нормализует уровень холестерина безвредным способом без массы токсичных действий это карнитин в составе капсул цель вот смотрите мы выпиваем капсулу цель где-то в кишечнике растворяется оболочка выходят действующие вещества карнитин что делает он в крови находит лишний жир берет за руку относит митохондрию в топку и там этот жир сгорает образуется энергия дальше стоком крови карнитин попадает в печень а мы знаем что сейчас массово у людей жировой гипотоз или называть стеатоз так называемая ожиревшая печень и карнитин из печени начинает вытаскивать лишний жир относит в топку в митохондрию он там сгорает образуется энергия а потом опять же карнитин стоком крови проходит по организму смотрит где там что лишнее относит все в топку и только потом идет в подкожно-жировую клетчатку и уже начинает от вытаскивать лишний жир оттуда поэтому первое основное свойство капсул сисицель не жиросжигание а именно образование энергии нормализация уровня холестерина и защита сердечно-сосудистой системы плюс карнитин обладает свойством вывозить выводить токсины из организма особенно выводить из сердечной мышцы и было многократно доказано что карнитин улучшает состояние сердечной мышцы и повышает выносливость то есть те кто боится повышенного холестерина пожалуйста что у нас есть у нас есть basics который содержит пищевые волокна собирает холестерин выводит у нас есть омега плохие жиры сгорают присутствие хороших и капсулы цель который чисто механически берут холестерин относят в топку где он преобразуется в энергию поэтому это снижение риска развития инфаркта инсульта и укрепление сердечной мышцы значит я уже не раз говорила что сердце это мотор мотор нуждается в энергии как у нас в организме образуется энергия к энзим q10 как спичка поджигает костер топливо горит энергия образуется топливом является глюкоза из еды медленные углеводы омега-3 как бревно в клетке горит постепенно обеспечивая клетку энергии и карнитин работает как паром как грузовик в митохондрию тащит лишние жиры и они там окисляются присутствие кислорода образуется энергия значит смотрите и омега-3 и к энзим q10 и карнитин это три звена одного и того же процесса и все это нужно организму для укрепления сердечной мышцы для выработки энергии и потом как я уже говорила карнитин начинает из подкожно-жировой клетчатки вытаскивать жиры и носить их в топку для того чтобы они сгорали но здесь вот такое но что это не чудо таблетка и эффектом жиросжигания карнитин обладает только перед физической нагрузкой потому что сначала нужно потренироваться чтобы на эту тренировку израсходовался гликоген который там лежит в мышцах и только после того как начал расходоваться израсходовался гликоген вот тогда карнитин начинает вытаскивать лишний жир несет митохондрию для того чтобы мышцам дать энергию поэтому для того чтобы добиться эффекта жиросжигания капсулы сесси цель нужны строго перед физической нагрузкой строго поэтому в том ролике от компании которые вы видели уже много раз вы наверное обратили внимание как девушка пьет капсулы цель она сначала выпивает потом она капсулу идет в ванну наносит лосьон цель потом она еще немножко сидит за компьютером то есть минут 20 среднем проходит и потом только она бежит на пробежку то есть нужно 30 минут чтобы капсула усвоилась чтобы оболочка растворилась желудочно-кишечном тракте в кишечнике карнитин пошел в кровь и когда он уже в крови вот тут можно давать хорошую физическую нагрузку вытаскивать лишний жир еще одно ценное свойство карнитина это все про карнитин еще говорю в составе капсул это выведение из организма токсинов то есть когда в митохондриях окисляются жиры и ксенобиотики то есть это чужие для жизни вещества которые попали из окружающей среды или с лекарствами из выхлопных газов и так далее в этих же митохондриях происходит накопление токсинов и видите карнитин не только в митохондрию несет жир для образования энергии но обратно он тоже не едет порожняком этот грузовик который привез жир и обратно вывозит все токсины из митохондрии поэтому карнитин используют для устранения алкогольной или лекарственной интоксикации тоже очень ценное свойство поскольку карнитин участвует выработки энергии а энергия в первую очередь нужно сердцу и мозгу то понятно что капсулы цели составе имеющий карнитин обладают нейротропным действием да и на конечно если трудно глотать то можно выдавить содержимое в рот тогда действие начнется быстрее потому что в ротовой полости идет всасывание минуя желудочно-кишечный тракт так тоже можно конечно так вот карнитин в составе капсул цель да карнитин составе капсул цель обладает свойством улучшить стрессоустойчивость последнее время очень много жалоб депрессия подавленное состояние апатия образно говоря это все голодный мозг голодный мозг не может быть позитивным и радостным ему хочется питания кислорода и энергии и когда появляется энергия депрессия проходит таким образом если она вот не нуждается во врачебном вмешательстве поэтому карнитин снижает чувство подавленности уменьшает нейропатические боли и обеспечивает защиту нервной ткани от токсического действия амиака например глутамата амфетамина антидепрессантов которые назначают вы знаете была такая ситуация обратилась женщина на консультацию и у нее после применения антибиотиков развилась вот такая депрессия развилась развился дисбактериоз понос она похудела на 10 килограмм она обратилась гастроэнерологу и и написали функциональные боли и назначили антидепрессанты я подумала зачем если нужно все усилия направить на восстановление микрофлоры и человек был целый год голодный микрофлора была нарушена нарушен был синтез питательных веществ ну вы знаете когда я с ней долго пообщалась она мне пишет каждый день по два-три раза я поняла что наверное доктор имел ввиду что надо заниматься в первую очередь депрессии и дала вот как раз порекомендовала ей капсулы цель для того чтобы тоже справиться в дополнение вот к программе жизненный тонус и эффект пошел быстрее видимо когда вот долго нарушена микрофлора долго больше времени нужно организму для восстановления человек всегда хочет быстрее и вот здесь капсулы цель они усиливают вот такую антидепрессивный эффект перед тренировкой можно одну капсулу принимать можно две если опять же возвращаясь к видео от компании вы видели девушка принимает одну капсулу за 30 минут до тренировки и вторую капсулу после тренировки то есть можно так можно выпить две капсулы перед тренировкой еще зависит от того какая это тренировка если это силовая тренировка если требуется много выносливости то конечно можно выпить две капсулы вообще зависит от тренировки можно выпить две капсулы до тренировки две капсулы после тренировки если какие-то спорные вопросы мы всегда слушаем производителя капсулу до тренировки и капсулу после тренировки и так капсулы цель дают эффект усиления мозговой и физической активностью. То есть были исследования, которые показали, что прием 2 грамм карнитина на протяжении полугода, полугода, вот капсулы цель, омега-Q10, муноген, это те комплексы, которые нуждаются в длительном применении, в длительном. Я очень рекомендую полгода принимать. И холестерин тоже, чтобы смесить, нужно как минимум полгода. Так вот, значительно улучшение мозговой и физической активности. Повышение выносливости, тонуса, настроения, улучшение самочувствия. Понимаете, вещества, которые участвуют в выработке энергии для нашего организма, они на вес золота. Кроме того, у карнитина есть анаболические функции. Анаболические – это способствующие набору веса. Капсулы амина также 3 капсулы до тренировки и 3 капсулы после тренировки. То есть, значит так, до тренировки 1 капсула цель и 3 капсулы амина. После тренировки то же самое. 1 капсула цель и 3 капсулы амина. Так вот, у карнитина, помимо свойства сжигания жира, есть еще свойства формирования мышечной массы. То есть, вы видите, как научный совет сделал программу по коррекции веса, что происходит трансформация жировой ткани с образованием энергии, и укрепляется мышечная ткань. Поэтому мы в программе коррекции веса смотрим не столько вес, сколько объемы. Потому что мышцы укрепляются, карнитин способствует, стимулирует образование, обновление мышечных волокон. И мышца укрепляется, за счет этого тоже снижается вес. Потому что чем больше в организме мышц, тем меньше там жировой ткани. Еще уникальное свойство карнитина – улучшение остроты зрения и функций глаза. То есть, доказано, что корнитин способствует улучшению остроты зрения и приостанавливает развитие катаракты на 40%. Это очень много. Потому что замедляет процессы дистрофического изменения сосудов сетчатки. То есть, как я уже сказала, корнитин в составе капсул Цель вычищает лишний жир и замедляет процессы склерозирования. И тем самым улучшается кровоток, лучше кровоток, лучше функция зрения. Понимаете, это все про корнитин только. Но у нас же комплексное воздействие. И в концепцию НТС входит блок синергии. Когда действующие вещества одной командой помогают друг друга, усиливают эффект. Поэтому в составе капсул Цель. Помимо вот этого бесценного корнитина есть еще конъюгированная линолевая кислота. Опять же, зайдите на мою страничку, доктор Костина. Прочитайте последние посты про ингредиенты, которые входят в состав капсул Цель. У конъюгированной линолевой кислоты доказаны эффекты сжигания жира, уменьшения жировой массы, потому что с точки биохимии зрения плохие жиры сгорают в присутствии хороших. И конъюгированная линолевая кислота – это видоизмененная линолевая кислота, у которой совсем оказываются другие свойства. И доказано противоопухолевое действие конъюгированной линолевой кислоты. Плюс еще, конечно же, витамин С для укрепления соединительной ткани, тоже в составе капсул Цель. И почему теперь капсулы Цель называются? Потому что ученые видоизменили те капсулы Цель плюс, которые у нас были, и добавили туда масло среднецепочечных триглицеридов, масло МСТ. Я впервые узнала об этом масле, когда прошла курс по нейродиетологии. Вы знаете, появилась такая узкая специализация – врач-нейродиетолог. И вот такое узкое направление в диетологии – нейродиетология. Так вот, если раньше нам 70 лет внушали, что жиры – это зло, холестерин – это зло, все зло, отказываемся. Сейчас основной инструмент в руках у врача – невролога, нейродиетолога, психолога, психиатра – это кето-диета, потому что мозг на 60% состоит из жиров. И мозгу для хорошего функционирования нужны хорошие качественные жиры. И обычные жиры, у них крупная молекула, поэтому они не могут усвоиться сразу в кровь. Они усваиваются в лимфу сначала, такой лимфатический путь транспортировки жиров. Масло среднецепочных триглицеридов разбито, вот когда эти ценные цепочки, жирные, разбиты на короткие такие цепочки. И они хорошо усваиваются, идут в кровь, укрепляют функцию, улучшают функцию мозга, улучшают состояние мембран клеток, укрепляют работу иммунной системы, улучшают состояние легочной ткани, способствуют выработке гормонов, потому что стероидные гормоны, гормоны надпочечников и половые гормоны, это все гормоны, которые в организме образуются из жира и из холестерина. Поэтому смотрите, какие капсулы цель, я в восторге. Понимаете, у них не просто действие антицеллюлитное, это слишком примитивно сказать, что капсулы цель от целлюлита. Кого волнует этот целлюлит, когда у нас зима 9 месяцев, грубо говоря? А именно построение мембран, улучшение биохимии тела, формирование мозга, формирование мышц, укрепление сердечной мышцы, улучшение выработки энергии, нейротропное действие, вывод токсинов, противоонкологическое действие. Вот это бесценно. И вот это капсулы цель. Пожалуйста, кто их еще не взял? Если у вас есть такая возможность, берите, берите, пейте. Если есть возможность взять своим родителям, потому что что нужно в первую очередь родителям? Им нужна выработка энергии, им нужна профилактика и коррекция сердечно-сосудистых заболеваний. Это именно у них в первую очередь повышенный холестерин, ишемия, стенокардия, сердце, сосуды. И они пьют массу таблеток от давления с небольшим эффектом. Дайте им вещества, которые участвуют в выработке энергии. Омега-Ку-10 капсулы цель. Ну и капсулы цель имеют рядышком еще и лосьон сиси цель. То есть это один сет. Один сет, который используется в программе коррекции веса. И теперь у нас это лимитированная серия. И недоступный круглый год, а только вот периодически. Поэтому лосьон, он просто потрясающе быстро разглаживает кожу вместе с внутренним приемом капсулы цель и физической нагрузкой. Поэтому перед нанесением лосьона, с лосьоном как бы все понятно, да? Он и разогревает, и стимулирует, и восстанавливает, и способствует выработке соединительной ткани. И очень быстро разглаживает вот эту неприятную апельсиновую корку. Но в то же время, в то же время, этот лосьон, его можно более рационально использовать, если предварительно улучшить кровоток. Как улучшить кровоток? После душа мочалкой растереть зону, куда нужно наносить этот лосьон. У нас, девушек, это обычно бедра, иногда даже икроножные мышцы, живот, и плюс мы наносим лосьон даже на руки и внутреннюю часть руки. Можно использовать банки вакуумные, которые так как присоска, и тоже таким образом улучшить кровоток. И после этого нанести лосьон. Вес избавится от лишнего жира, от целлюлита, от некрасивой подкожно-шаровой клетчатки только со спортом. Если речь о том, чтобы улучшить функцию сердечной мышцы, улучшить работу мозга, чтобы... и капсулы СИСИЦЕЛЬ. Они наиболее лучше усваиваются, когда они выпиты на голодный желудок. Когда оболочка растворяется, действующие вещества выходят, и их эффект так лучше. Время в том, что завтра я, как всегда, провожу прямой эфир по вторникам в 20.00, и буду отвечать в течение часа на все вопросы. Ребенок в третьем классе уже есть ожирение больше 30 килограмм. Тут понимаете... www.international.ru